Сочинские предприниматели намерены использовать сложную экономическую ситуацию в свою пользу. Их нынешняя позиция станет основой для дальнейшего развития. В их сообществе много вопросов, которые они намерены адресовать властям. В первую очередь просят администрацию поддерживать местных предпринимателей, которые реализуют на укрорте местную же продукцию. Я не то что за, я хочу это. Я же тоже реально понимаю, что правильно вы говорите, наш бизнес, он и налоги заплатит. Точечно отработайте. Я это говорил на всех встречах. И сейчас вам говорю, что с Олегом Валентиновичем отработайте, где можно что поставить на муниципальных землях. Глава города заверил, администрации даже выгоднее работать с теми, кто живет здесь и платит налоги в местный бюджет. Более того, он подчеркнул, что уже распорядился к активному сезону обустроить во всех районах города торговые ряды, которые производители собственной продукции могут использовать бесплатно. Единственное условие – не передавать эти бесплатные места перекупщикам. За этим будет следить народный контроль «Единой России». Мы можем увеличить количество объектов мелкорозничной торговли по вашим предложениям. Это торговать. Но в условиях будет записано одно, что вы должны на этих местах торговать лично, либо ваша семья. Если там будет либо переуступка, либо суп-аренда, то по условиям договора он будет отменен. На протяжении последних двух месяцев главой города были проведены встречи с предпринимателями по вопросам развития малого и среднего бизнеса и реализации их новых идей. Предложено ряд программ субсидирования. Однако пока в администрации города обратились единицы. Молодые предприниматели рассказали о том, что готовы предложить городу новые формы бизнеса, например, в туризме. Это ряд новых парков, либо пляж у реки, либо кинозал под открытым небом. Идей много. Предприниматели решили создать рабочую группу и оформить дорожную карту с четким обозначением, где конкретно разместится объект и кто будет отвечать за данную деятельность. Но эта тема требует детальной проработки. Глава города отметил, что у муниципалитета свободных земель нет. Город даже ходатайствует о передаче федеральных земель для выделения их многодетным семьям. Исключением, пожалуй, может стать свободная площадка на Красной Поляне. Она муниципальная и глава курорта предложил использовать ее, сделать привлекательной и для гостей Сочи, и для местных жителей. Должна она заинтересовать и бизнес-сообщество. Осталось дождаться конкретных бизнес-предложений. У нас получился конструктивный диалог. 16-го числа мы провели бизнес-завтрак с предпринимателями. У нас было больше 35 человек, которые занимаются в разных сферах. Идей было много. Их действительно долго приходилось собирать. Но мы выбрали основные три для того, чтобы сейчас сделать первый шаг навстречу конструктивного диалога. И, конечно, мы в дальнейшем будем привлекать предпринимателей к опоре России для того, чтобы эти идеи уже развивать и переводить в реальные шаги, в реальную дорожную карту. На сегодняшний день в Сочи работает свыше 33 700 предпринимателей среднего и малого бизнеса. В плане развития предпринимательства складывается достаточно позитивная динамика. За последний год в городе зарегистрировано 1100 новых субъектов. Они относятся к сферам торговли, туристических услуг и ресторанного бизнеса. Все эти направления надо выгодно развивать, повышая качество. С учетом того, что в Сочи, по цене экспертов, лидирует по спросу на отдых на внутреннем туризме. Елена Всецна, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.